Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телепередача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами, самым доходчивым языком о нашей православной вере. Мы сейчас находимся с вами в преддверии Великого Поста. Идет Масленичная неделя. И скоро, в прощенном воскресенье, мы попросим друг у друга прощения и вступим в Великопостное поприще. Вот накануне Великого Поста мы сегодня в нашей студии разговариваем с нашим православным экспертом о сути Великопостного поприща и о подготовительных неделях, которые, как вы знаете, проходят сейчас и заканчиваются сейчас, и заканчиваются они, собственно говоря, прощенным воскресеньем. В нашей студии гость, православный эксперт, клирик Сретенского храма, протеерей Максим Кокарев. Здравствуйте, отец Максим. Здравствуйте, отец Сергий. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот удивительное явление. У нас в церкви четыре многодневных поста, но ни к одному из них человека церковь не готовит, как к Великому Посту. Вот сейчас заканчивается пятая подготовительная неделя, так называемая сыропустная, масленичная. До этого была мясопустная неделя, когда мы с вами заговелись на мясо. Каждая из недель носит какое-то свое именование. Но вот прежде чем мы к этому приступим разговору, хотелось бы у вас узнать вообще зачем и почему мы готовимся к Великому Посту. Почему ни к какому другому посту мы не готовимся, а к Великому Посту вдруг церковь нас каким-то образом подводит, готовит. Я думаю, что ответ здесь лежит в области, скажем так, истории богослужения, формирования православного богослужения, потому что Великий Пост – это древнейший из всех, как вы сказали, многодневных постов, и традиция его празднования, его прохождения, она начала складываться буквально в самые первые века истории христианской церкви. Поэтому остальные посты, конечно, они сложились позже, тоже в такой византийский период, в поздний византийский период некоторые. Поэтому, собственно говоря, может быть, успели сформироваться такие подгодовительные недели только к Великому Посту, потому что это было бы условно его древностью и его важностью даже по сравнению с остальными постами. А вообще, вот если поговорить о содержании пяти этих недель, то вообще, в принципе, церковь о чем говорит православному христианину? Тут очень интересный вопрос, потому что каждая из этих недель, она уникальна. И, в первую очередь, когда мы говорим о том, что та или иная неделя является подготовительной к Великому Посту, то есть мы должны, как бы немножко разъяснить нашим телезрителям, в чем именно проявляется эта ее подготовительность. Потому что не в каждой, может быть, из дней это заметно. То есть вот в первую очередь эта подготовка выражается в специальных чтениях. То есть это то, что называется научным литургическим языком лекционарий. Система чтений, которая вот за общественным богослужением, в первую очередь за литургией, церковь предлагает эти чтения молящимся. То есть евангельские и апостольские. Соответственно, названия этих недель исходят из содержания тех отрывков, тех перекоп, тоже научным языком, которые читаются за той или иной службой. Первая подготовительная неделя, которая прошла, это была неделя о мытареи-фарисеи. То есть, соответственно, следующая неделя о блудном сыне. Это неделя, которые, вот их названия обусловлены содержанием евангельских отрывков. То есть в самое первое подготовительное воскресенье перед Великим Постом церковь предлагает к услышанию, к осознанию людьми молящимися короткий отрывок, притчу, которую Христос рассказал, притчу о мытареи-фарисеи, о том, как два человека в один и тот же день молились в одном и том же храме, в Иерусалимском. То есть содержание этой притчи достаточно известно. В результате один из них, как говорит в конце, вышел оправданным, а другой вышел осужденным. Причем надо понимать, что те люди, которые слышали эту притчу впервые, две тысячи лет назад, они воспринимали немножко по-другому. И для них вот эта неожиданность развязки, она была гораздо больше, чем для нас. Мы ее читаем сейчас, спустя две тысячи лет, и мы читаем ее уже как христиане, читаем ее уже через призму нашего христианского понимания. Для нас понятно, что фарисей – это человек, который был внешне праведен, но в своей праведности, вот он очень сильно превозносился над теми, кто не достигал такого уровня. Вот эта гордыня такая, партийная, такая группа фарисеев, это была группа, выделенная во всем израильском обществе. Вот эта гордыня, которая отличала, скажем, эту группу людей, это даже не партия, это такое религиозное течение, скорее. Ее Господь в Евангелии осуждает. Хотя, с точки зрения, опять-таки, тех, кто эту притчу слышали из Уз Христа 2000 лет назад, все было не так очевидно, потому что, в принципе, это человек, который молится Богу, все он стоит в храме, говорит, Господи, благодарю тебя за то, что я такой, какой я есть, за то, что я не такой, как эти блудники, грешники, или вот этот мытарь, сборщик налогов, который обирает население. А я вот пащусь два раза в неделю, десятину со всего плачу, и он как бы с благодарением к Богу обращается. То есть, он все-таки не себе это приписывает, он вот для Ветхого Завета это нормальное явление, когда человек благодарит Бога за то, что у него есть, за ту праведность, который не себе эту праведность приписывает. Но вот характерная черта это превозношение над всеми вокруг, да. И в результате, то есть, для слушающих Христа тогда, то есть, в принципе, это было, ну, то, что он вышел осужденным, как сказал Христос из храма, это было неочевидно. Это для нас, мы сейчас понимаем, почему мытарь вышел за покаяние свое оправданным, а фарисеи за свою гордыню осужденным. То есть, вот тогда эти слова звучали, ну, меняя сознание людей. То есть, тогда люди к такой вот внешней праведности. Фарисеи были самым, надо сказать, уважаемым, самой уважаемой группой в израильском обществе, потому что это, причем их было немного, чтобы так ревно соблюдать закон, как соблюдали фарисеи, они старались соблюдать закон Моисея во всех мелочах, нужно было прикладывать определенные усилия. И не все могли понести такие посты, все эти посты регулярные, два раза в неделю, постоянно, всю жизнь практически фарисеи брали на себя такой обед. Платить десятину абсолютно со всего, там разные были способы высчитывания десятины, как говорят исследователи, в общей сложности фарисеи, те, кто хотели соблюдать все предельно, отдавали до 20% своего, так сказать, совокупного дохода. То есть, вот на эту десятину, на эти жертвы, храму, там же, и на все остальные, значит, отчисления, да, то есть человек действительно жертвовал, ну, немало. И не все могли так жить, и вот это стремление к праведности, стремление к детальному исполнению Моисеева закона вызывало тех, кто так не мог, все-таки уважение, люди на них смотрели, как на некий нравственный ориентир. Тем более, что это были ориентиры из народа и для народа. То есть фарисеи, это не была элита в светском смысле, это не была аристократия, по социальному происхождению фарисеи это были мелкие лавочники, торговцы, крестьяне, то есть плоть от плоти народа, и народ их воспринимал, как вот именно нравственный ориентир народный. Потому что элита, которая давно перемешалась с языческой, греческой оккупационной администрацией, с римской, уже доверие у народа не вызывала. А вот фарисеи такой вот, это люди, не утратившие патриотизма, это люди, хранившие национально-религиозную какую-то идентичность, они сами считали себя солью земли, солью этого народа израильского, и, в общем-то, со стороны все их уважали. Поэтому, когда Христос говорит, что за свою гордыню, несмотря на все свои заслуги, и все-таки стремление к исполнению Моисеева закона, он вышел осужденным. А мытарь, сборщик налогов, который мало того, что собирал налоги, он собирал их, так сказать, под эгидой, скажем так, римской оккупации, то есть, в общем, был предателен в глазах всех остальных, примерно к ним относились, примерно как к тем людям, которые во время Великой Отечественной войны на оккупированных территориях шли работать на германскую администрацию. Вот примерно так, что презирали настолько же сильно все остальные. И вот он, его покаяние, когда он никак себя не оправдывал, он не пытался как-то рефлексировать по поводу своего положения, он просто понимал, он просто, не смея, как там сказано в Евангелии, поднять голову, плакал, бил себя кулаком в год, сказал, «Господи, милости буди ко мне грешным». И вот этот человек в своей простоте, в своей простоте своего покаяния, без попыток, повторюсь, какого-то самооправдания или еще чего-то, вот он вышел оправданным. То есть, первая неделя, она говорит нам о смирении? Конечно. Она говорит нам о том, что, приступая ко времени поста, вот есть такой риск, все-таки пост, как бы это громко ни звучало, это время небольшого подвига. То есть, мы начинаем себя в чем-то ограничивать, начинаем это поприще, да, поставить это постное делание, где-то мы прикладываем какие-то усилия. И это сразу может заранить в человека риск вот такого превозношения. Потому что многие не постятся, многие, так сказать, вообще пальцем о палец не ударят, да, в своей духовной жизни. Человек, который хоть что-то начинает делать, у него есть такой риск начинать смотреть уже на тех, кто вокруг, сверху вниз. Вот, и как фарисе сказать, вот я же все-таки пощусь, ну, пусть там сколько-то дней в году, я все-таки хоть что-то делаю, хоть какие-то, может быть, дела милосереды пытаюсь сделать, пытаюсь, так сказать, в храм ходить и так далее. А вот вокруг меня копошатся такие, так сказать, вот. И поэтому у нас церковь первой неделе, почему именно первая, да, неделя Матария Фарисея, сразу, еще задолго даже до начала поста предупреждает о неправильности вот такого фарисейского подхода. То есть, что бы человек ни делал, какие бы он на себя ни возлагал, какие-то, ну, громко говоря, подвиги, да, какие-то, да, делания какое-то, это не дает ему права, считая себя лучше других, дает ему право возноситься. Вот, и, ну, перед постом это очень важно. Это, ну, потому что, вот, это риск такой есть. А далее наступает вторая неделя? Далее наступает вторая неделя. Вторая неделя, она о чем говорит? Неделя, которая называется «Неделя о блудном сыне», в которой читается Евангелие о блудном сыне, достаточно известная притча, пересказывать не буду. То есть, это сюжеты для, так сказать, художественной культуры, мы знаем, сколько написано, так сказать, и картины, и литературные произведения, которые так или иначе обыгрывают, да, вот эта притча очень известная. Эта притча, она о главном содержании, наверное, поста, потому что пост это, ну, мы понимаем прекрасно, что пост, понимаемый как только воздержание в пище, это, так сказать, об этом много написано, это диета, да, которая, может быть, не полезна, некоторым вредна даже и так далее. То есть, главное содержание поста – это покаяние. То есть, это покаяние, это и все остальное, ограничения в каких-то внешних там, в усилениях, не только в пище, да, там, мы все стараемся как-то, хоть как-то оторваться от телевизора, да, там, от тех вещей, которые занимают огромную часть нашей жизни и поедают наше время. То есть, мы это время хоть как-то стараемся, вот освободившееся время, стараемся определить на то, чтобы наконец-то вот вырвать эти дни в году и заглянуть внутрь в себя. и иногда с ужасом осознать, что там, так сказать, накопилось очень много того, что требует анализа, требует пересмотра, требует покаяния, собственно говоря. И тут нас эта неделя и эта Евангелие, наверное, укрепляет. То есть, человек, который приходит к покаянию, ему важно понимать, что Господь милостив, что Господь любящий Отец, что Господь ждет, и его задача Бога по отношению к человеку не найти вот как можно больше вот чего-то плохого в человеке, чтобы его, так сказать, да, еще больше уничижить. А наоборот, за то малое, что в человеке хорошее есть, хоть за это зацепиться, да, и как-то вытащить его, привлечь. То есть, Господь всегда ждет. И вот в этом притче, здесь в Евангелии, наверное, нет ни одного лишнего слова. Поэтому там, если есть какие-то нюансы, они очень важны. Мы эту притчу помним, когда вот этот блудный сын, который много времени провел на стороне долечия, то есть, тратил все свое имение, совершенно непотребно живя, докатился до скотского состояния, чтобы вместе со свиньями ел, значит, их пищу из корыта. И тут он, на него прошло, так сказать, это некое осмысление. Он говорит, что даже наемники, не родные сыновья, а наемники просто, да, в доме отца его питаются гораздо лучше, живут лучше. Пойду, неужели отец меня не примет и не прости? Скажу ему, согрешил я перед небом, перед тобой. То есть, именно покаяние. И когда он возвращается, первое, что мы видим, не то, что он заходит домой, да, и спрашивает прощения. Самое интересное, что вызывает такое, может быть, даже удивление, это то, что отец его встречает еще даже не на пороге. То есть, отец выбегает его встречать. То есть, это говорит о том, что не зная, когда он вернется, не зная, вернется ли вообще. То есть, отец все время сидит у окна и смотрит, как только появляясь на горизонте этот грязный, оборванный, так сказать, который внешне даже совершенно уже не напоминает того сына, который, да, оскорбив его, потребовав своей части имения, когда-то ушел, отец, не задумываясь, выбегает, и встречает еще задолго до его подхода к дому, обнимает и не дает даже закончить фразу. Он начинает говорить, согрешил я, отче, перед небом и перед тобой. Отец его обнимает, зовет слуг, велит ему вернуть его достоинство, то есть, одеть его в новую одежду, перстень, то есть, как символ достоинства, восстановления. Перстень на его десницу, то есть, и так далее. То есть, это говорит о том, что Господь нашего покаяния ждет, и для него оно настолько важно. Мы иногда этого не ценим и не понимаем. Если бы мы почаще читали Евангелие, почему Евангелие нас постоянно церковь призывает читать, и определенные какие-то отрывки предлагает для поощрения. В Евангелии очень много вещей. То есть, сказано же в Евангелии, что нет такой радости на небе от 99 овцах, чем об одной, которая заблудилась, но вернулась, была найдена, чем от тех 99 из 100, которые никогда не терялись. То есть, вот возвращение кающегося грешника, нам кажется, что нам порой, мы по своим земным меркам все это меряем, и нам кажется, что, может быть, лукавые нам такие мысли внушают, что если ты согрешил, отпал, ты недостойен уже любви Божьей, нет тебе прощения, нет тебе покаяния. То есть, вот такие унылые, ведущие к отчаянию мысли, наверное, так сказать, вот церковь в самом начале, еще до поста, она призывает нас отринуть, понимая, что как только наступает покаяние, мы должны идти к Богу и иметь в виду ту мысль, что Господь нас ждет. Что бы мы ни сделали, как бы далеко мы ни уходили, то есть, он, как тот отец, постоянно смотрит на горизонт, то есть, появимся там мы. Это, может быть, звучит как-то горделиво, что мы так ценны в глазах Божьих, но, в общем, вся история человека, его создание, его творение, его возвращение, она говорит о том, что да, человек для Бога ценен. То есть, открывается дверь за дверью, первая – дверь смирения, вторая – дверь покаяния, а третья дверь? А третья дверь – это третья неделя, она носит немножко другое название, она по названию непонятно о чем совсем, она называется «Месопустная», то есть, здесь, скорее, такой технический термин, но у нее есть и другое название, будут, как кажется, раскрывать, она называется «Неделя о страшном суде». А «Месопустная» называется просто потому, что в этот день прекращается, скажет, да, вот, вкушение мяса, это перед масленицей, И начинается уже неделя подготовительная, вот последняя неделя масленицы, она подготовительная по отношению к посту не только в плане, так сказать, богослужения, чтения, но и там уже мы, так сказать, будем и в посте уже как-то начинать готовиться. А вот последняя, так сказать, перед масляной неделей, это неделя о страшном суде, она так называется по-гречески апокреус, то есть отпуст мяса, окончание вкушения мяса. А вот ее название, скажем так, литургическое больше, то есть не техническое, это неделя о страшном суде. То есть Евангелие, которое читается в эту неделю, оно тоже очень, безусловно, интересно и показательно. Там речь идет о тех немногих местах в Евангелии, где мы что-то знаем о дальнейшей участии человека. То есть не так много, скажем, таких явных пророческих мест в Евангелии, то есть о том, как будет участь определяться человека, человечество вообще всех людей после того, как Господь придет в этот мир судить и с каждого взыскивать за его жизнь, как он ее потратил. Там есть такой очень интересный момент, где Господь обращается к стоящим и Одесную, и Ашую, то есть по-славянски справа и слева. То есть вот справа, ну традиционное такое библейское понимание, справа праведники, слева, значит, нет. И обращаясь и к тем и другим, Господь говорит примерно одинаковые вещи. То есть только в одном случае с приставкой «не». То есть праведник, он говорит, что «я к вам приходил в болезни, вы меня поддержали, я был в темнице, вы меня навещали, укрепляли, я был голоден, вы меня накормили, я жаждал, вы меня напоили» и так далее. То есть вот все это много перечисляется. То же самое он говорит тем, кто стоит слева. «Я приходил к вам, я был голоден, вы меня не накормили, я жаждал, вы меня не напоили» и так далее. И те, другие удивляются. Причем в удивлении одних проявляется действительно искреннее смирение, потому что праведники говорят, когда, Господи, ты приходил к нам в таком виде, чтобы мы... И Господь говорит, когда кому-то из малых сих, то есть из людей, из ближних, то есть вы оказали то, о чем я говорю, напоили, накормили, одели, поддержали в болезни еще как-то, вы это сделали мне. И, соответственно, тем, кто вот слева говорит, что когда вы этого не сделали единому из малых сих, то есть кому-то из ваших ближних, вы этого не сделали мне. То есть это еще очень важная грань поста для нас раскрывается. Оказывается, когда настанет момент всеобщей ответственности, мы видим, что спрашивается с человека. В принципе, с человека не спрашивается о его духовных подвигах, по крайней мере, в первую очередь. Не спрашивается, как эти люди постились даже, как они молились, молились ли вообще. То есть есть какой-то критерий, который Господь выдвигает, как такой, наверное, еще более значимый. Абсолютный получается. Да, как они являли свою любовь к Богу на деле. Потому что о любви своей к Богу эти люди говорить могли как угодно. Особенно тем, кому сказано «не». Те, кто, кстати, делали все это, могли не говорить громко. У нас обычно как? Когда человек очень громко заявляет, он, так сказать, на делах все оказывается не совсем так. И вот здесь как раз главный критерий, что любовь к Богу, о которой много говорят, о которой, так сказать, люди очень многие себе ее приписывают, она выражается в простых, на самом деле, вещах. Не в каких-то именно подвигах, а в простых, зачастую повседневных, вот в том, что вокруг нас. В том, как мы относимся к тем, кто в этот момент рядом с нами, и, в первую очередь, к тем, кто нуждается. И поэтому Господь так и говорит, то, что вы сделали этим людям, мало ли, вы сделали мне, даже, может быть, не понимая этого. То есть, соответственно, если вы отринули, отторгли того, кто вам приходил за помощью, там, больной, серый, убогий, нуждающийся, голодный, жаждущий и так далее, вы буквально меняли. Потом, в последующей христианской традиции, огромное количество житийных моментов, да, мы их очень часто тоже читаем, вспоминаем, когда эта евангельская фраза, она претворяется по-разному, преломляется по-разному в разной христианской литературе. Ну, вот достаточно вспомнить пример Мартина Турского, да, который, воина, у которого ничего не было, последнее, что у него было, это плащ походный. То есть, ну, воин на марш, легионер. То есть, он половину своего плаща, так сказать, разрезав, отдал тому, кто замерзал к нему. И потом ему явился Христос, закутанный в его плащ. Вот это те самые слова, которые... То есть, то, что вы сделали этим людям, вы сделали мне. И таких очень много. И здесь Господь говорит о том, что мы можем к себе какие-то возвышенные планки ставить, выдвигать к себе какие-то такие высокие, благочестивые какие-то критерии, но если при этом мы, громко говоря, заявляя о нашей верности Богу, любви и преданности, мы игнорируем самые простые вещи, которые происходят вокруг, то грошится на всем нашим заявлениям. То есть, пост — это еще и время милосердия. То есть, какие грани? Это не только время покаяния. Покаяние без милосердия тоже невозможно. Как бы сильно мы ни постили, хоть запащивая себя до смерти, хоть не вставая с колен там, вот все эти службы великопостные, если при этом мы не имеем милосердия, то есть, этот суд над нами. У нас совсем немного осталось времени эфира. Последнее воскресенье, оно очень трогательное. Последнее воскресенье, которое мы называем прощенным воскресеньем, в богослужебной практике оно вспоминается как воспоминание изгнания Адама из рая. Вот почему важно проститься нам перед постом, и в чем это добродетели заключается, и что через эту добродетель нам вообще в принципе пытается сообщить церковь, чему она нас пытается научить, если только кратко. Ну, если кратко, то буквально в двух словах. Почему это еще и Адамово изгнание? То есть, вспоминая вот этот момент падения человека, отпадения, появления этой прописи между Богом и человеком, и подводя к прощению, сначала церковь нам показывает еще с утра на утро или на литургии, когда мы это читаем, чтобы мы не забывали, что мы все люди, и мы все отпали. То есть, мы нуждаемся в прощении все, чтобы не было у нас какого-то такого деления, так сказать, на своих чужих. Мы, человечество, все в одинаковых условиях перед Богом. То есть, это первое. Поэтому в прощении мы нуждаемся все, мы все нуждаемся в прощении свыше, а вот критерий получения прощения свыше, это прощение тех, кто вокруг нас. То есть, не случайно, самая главная молитва, единственная молитва, которую непосредственно дает Господь своим ученикам в Евангелии, молитва Отче нашей содержит все слова, что как мы оставляем нашим должникам, так и Господь отпускает нам наши долги. В противном случае, если мы своим должникам не оставляем, как тоже в некоторых житях, и в назидательной литературе говорится, мы должны читать эту молитву, не имеем права, если хотя бы не пытаемся простить. Что мы тогда просим у Бога? То есть, есть тоже такие моменты, где, что ребенок так объясняет, старший, старший, воскресавленный человек, что ты читаешь молитву Отче нашим? Ребенок тоже сделает участие, мы говорим, да, читаем. А он не мог простить с брата, сестренкой. Говорит, вот подумай, что ты вообще-то пока не попытаешься простить хотя бы, то есть, ты не можешь, наверное, слова-то эти произносить, не читать эту молитву. То есть, ребенок вот как-то через это пришел. И добродетель, прощение, ну, во-первых, это действительно добродетель, в первую очередь. И как любая добродетель, это то, что одними человеческими силами, наверное, не получается. Слежать нужно молиться. Иногда действительно ты понимаешь, что не находишь в себе сил пока до конца простить этого человека. Но здесь очень важно этого хотеть и делать какие-то шаги. Важно понимать, что прощение, как и любовь, то есть, это элемент, это, скажем, часть, часть, составляющая часть понятия любви. То есть, настоящая любовь, она подразумевает прощение. А это все вещи, которые не являются, скажем так, тем, что либо есть, либо нет, как таланты, к музыке, к рисованию, как некоторые считают, что вот не могу я простить или не люблю я человека. Потому что вот кому-то дано, кому-то нет. Это труд. Значительно, семь лет это труд. Это труд, когда ты еще, может быть, не чувствуешь сердечного там легкости абсолютно, что ты простил человека, но начинаешь поступать к нему, начинаешь ему оказывать, поступать к нему так, как будто ты уже действительно его простил по-настоящему любишь. То есть, ты предваряешь. И через это чуть-чуть теплее начинаешь к нему относиться. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. А я с вами, возлюбленный во Христе, прежде чем попрощаться, хотел бы вот еще раз, резюмируя все сегодня сказанное, обратить ваше внимание на то, что действительно церковь нас, как маленьких детей, за руку подводит к Великому посту. Мы еще не сказали о Закхее, который, как мальчишка, вдруг в определенный момент захотел увидеть Христа. С этого желания все рождается. Далее, необходимые условия – это смирение. Как сказал отец Максим, необходимо отринуть гордыню и слишком большое самомнение о себе. Затем необходимо вспомнить о том, что руки, ноги, глаза, уши, которые даны мне от Бога, дары, суть Божия, которые я бесплатно получил от Бога, я должен их бесплатно отдать Богу через людей, услужив людям. Ну и потом, конечно же, вспомнить через покаяние, через то, что я согрешил, через то, как мне тяжело порой бывает каяться, как трудно бывает преодолевать свои страсти, что точно таким же образом сложно и тяжело бывает преодолевать эти же самые страсти другому человеку. Все мы, как сказал правильно отец Максим, в одной упряжке, против одного врага боремся. Поэтому самое главное, что мы должны с вами за эти пять недель были преодолеть, это прежде всего взаимоотчужденность. Осознав, что мы все боремся против единого врага, и главным помощником нам является Господь Бог. Удачи вам в Великом посту. Дай Бог, чтобы Господь вас всех укрепил, и чтобы к Пасхе вы подошли подготовленными. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова